Второго сентября Ну что, ребята, всем привет! Давайте разберёмся, что из себя представляет гармония под данное соло. Значит, тональность песни фа минор, но в соло происходит резкая модуляция в соль минор. И это я обозначил наверху. Первые два такта будут в соль миноре, и вот эти аккорды мы будем рассматривать именно в этой тональности. Значит, поехали! Сначала у нас идёт соль минор, потом ми бемоль мажор на басу соль, то есть это обращение ми бемоль мажора. Дальше у нас идёт доминантовый септаккорд от фа, но на басу ля. То есть, опять же, это обращение доминанта септаккорда, и он разрешается в си бемоль мажор. Значит, чем является каждый аккорд? В тональности соль минор. Соль минор – это первая ступень. Дальше. Обращение ми бемоль мажора – это шестая ступень. И дальше происходит отклонение в третью ступень, или в параллельный мажор, в си бемоль мажор. Где вот этот фа диез, прошу прощения, фа септаккорд является доминантой к этой третьей ступени. И он разрешается, соответственно, уже в третью ступень. Обратите внимание, причём, как он разрешается. С таким двойным задержанием. Оно называется приготовленным. Ну, если говорить проще, то это просто сас два-четыре. Дальше гармония начинает постепенно возвращаться в фа минор, обратно. Но это происходит не резко, то есть мы не сразу оказываемся в фа миноре, а через тональность первой степени родства. Значит, вот эти два такта являются полным функциональным оборотом в ре бемоль мажоре. Ре бемоль мажор является шестой ступенью в фа миноре. Значит, суб доминанта в ре бемоль мажоре. Это у нас соль бемоль мажор. Доминанта в ре бемоль мажоре. Это ля бемоль мажор. Да, и, соответственно, вот эта тоника. И вот эта тоника, ре бемоль мажор, является шестой ступенью в фа миноре. То есть после этого мы, по сути, уже находимся в фа миноре, и можем спокойно в нём находиться и играть дальше. Значит, уже непосредственно аккорды. Соль бемоль мажор берётся в виде обращения. То есть соль бемоль на басу си бемоля. Дальше. Доминант септ аккорда для бемоля в чистом виде. И разрешается в тонику. И там есть такая проходящая доминанта. То есть это просто вопрос голосоведения. Дальше мы уже находимся в фа миноре, и у нас есть цепочка отклонений в этом фа миноре. Значит, переходим к следующему такту. Нижняя строчка. Аккорды. Значит, это у нас ми бемоль доминантовый септ аккорд, который разрешается в ля бемоль. Опять же, каждый из аккордов взят в обращении, то есть не в основном виде. То есть не так. Вернее, не вот так вот. А вот так вот. То есть в басу септима. И потом в ля бемоль мажоре, в басу терция. Дальше у нас доминантовая цепочка уже в фа минор. То есть здесь была доминанта в ля бемоль мажор. Ля бемоль мажор, кстати, это параллельный мажор для фа минора. То есть такая же третья ступень. И дальше доминанта и тоника уже в фа миноре. Вот таким вот образом. То есть доминантовый септ аккорд до. С повышенной квинтой. Значит, если мы соберем по порядку звуки, до, ми, соль, си бемоль, то соль будет являться квинтой, и она будет повышаться на полтона. Итого. Потом эта квинта в мелодии соло. Она понижается в свое исходное состояние, и потом разрешение просто в обычный фа минор. И вот последние два такта. Это самое интересное. Значит, чем являются вот эти вот аккорды? Си, уменьшенный септ аккорд с пониженной терцией. И соль, септ аккорд с пониженной квинтой. Мы сейчас разберемся. Значит, есть такая группа аккордов, как двойная доминанта. То есть двойная доминанта – это доминанта к доминанте. И в группу вот этих вот двойных доминантовых аккордов входит как сама двойная доминанта, так и вводный аккорд, уменьшенный. Значит, вводный уменьшенный аккорд строится на четвертой повышенной ступени. Четвертая повышенная ступень в фа миноре – это си. То есть четвертая у нас си бемоль, а четвертая повышенная – это си. Строим на этой ступени обычный уменьшенный септ аккорд по малым терциям. И понижаем в нем терцию. И это вот получается вот такой вот аккорд. Дальше. Вторая группа. Обычные двойные доминанты. То есть это от ноты соль идет. Обычный доминант септ аккорд, по сути. То есть соль, си, ре, фа. Здесь мы понижаем квинту. Обратите внимание, что по сути вот эта альтерация, она по звукам – это одно и то же. Но обозначается это по-разному. И в данном случае бас у нас не меняется. Но аккорд меняется. То есть в первом случае это как раз таки вот этот вводный, уменьшенный с пониженной терцией. А потом уже двойная доминанта в обращении. Вот эта вся история переходит в так называемый каданцевый кварц экстаккорд. То есть не сразу в доминанту, а в каданцевый кварц экстаккорд. Он из себя представляет тоническое трезвучие, но в обращении на басу именно квинты. Значит, функция такого аккорда в усилении последующей доминанты. То есть мы как бы ее еще больше начинаем ждать. И потом уже доминанта. И уже там дальше идут слова и идет припев. Вот как-то так.